В студии Елена Слипченко и Алексей Олейников. Сегодня речь пойдет о звездных гостях. С некоторыми из них нам удалось пообщаться лично. Алексей, расскажите, кто на вас произвел наибольшее впечатление? Ну, конечно же, Светлана Тома. Она великолепная актриса, с детства помню ее фильмы. И сейчас, несмотря на почтенный возраст, она великолепно выглядит. Чувствуется, что человек уделяет внимание не только творчеству, но и своей физической форме. Ну, вы абсолютно правы, потому что в интервью нашим коллегам из других изданий она рассказывает о том, что каждый ее день начинается с 15-минутной зарядкой, далее следует контрастный душ для лица. Ну, и кроме этого, у нее есть свои гастрономические пристрастия. Вот как она рассказала об этом нашим коллегам. Я в еде очень-очень аскетично. Я ем каши, я мясо не ем, я фрукты, овощи. Я так еду. Я-то я себе позволила сегодня съесть три вареника. С грибами очень вкусные. Ну, вообще, я это не ем. Я предпочитаю такую легкость в теле. И я считаю, что с возрастом как бы об этом надо думать. И я придерживаюсь вот такого режима. Даже менее, чем умеренного. И на самом деле, я не призываю все никого. Это я про себя говорю, дорогие зрители. Я предпочитаю, даже вот если мне кажется, что я еще что-то съела, я предпочитаю остановиться. И лучше выпить стакан воды, обязательно, или чая, или что-то, воду теплую с лимоном. И тут же чувство ненасыщения, оно проходит. И это, это мое правило. Моя дочь, она, вот она сегодня должна прилететь, Ирина Лачина, известная актриса. Она будет завтра участвовать в большом концерте на закрытии. Она придерживается, в принципе, того же. Она такая же худенькая, стройная, да. И она тоже считает, что лучше не доесть, чем переесть. Это наша профессия, понимаете. Об этом надо думать и помнить. То, как ты выглядишь, и насколько... Самая главная энергия, в которой тебе есть, вот это важно. Это важно. Если у человека есть энергия, значит здоровье, А дальше уже все будет, да. Так что, ну у нас такая... Ну здесь со мной внучка моя. Ну вот она другого плана. Она похожа на папу. И она такая настоящая русская женщина. Такая формами. Так что, все мы разные. И все мы должны быть. Я имею в виду все прекрасные женщины нашей страны. Все должны быть здоровы. И все должны быть любимы. И все должны быть счастливы. Потому что... Потому что наши женщины недолюбливают себя. Недолюбливают. А женщины должны себя любить. И мужчины, которые рядом с ними, они должны это понимать. Им надо это объяснять, если они не понимают. Потому что на... 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 Жизнях, здоровье наших женщин, может быть, и... И войну мы выиграли. Те, кто были в тылу, это были женщины и дети в основном. И наши мужчины, были на передовой, точно так же, как и мой отец, который прошел войну от звонка до звонка. Его, к сожалению, уже нету с нами. Но... Это те женщины, которые... Которые... Приняли на руки страну. Ну что же, мы познакомили наших телезрителей с одним из самых ярких персонажей киношока. На этом рассказ об участниках и гостях фестиваля не завершен. Вас, друзья, ожидают впереди еще много сюрпризов. Продолжайте следить за нашими эфирами. Субтитры создавал DimaTorzok